Здравствуйте дорогие друзья, меня зовут Александрова Светлана. Сегодня я вам покажу свой способ подвязки клематисов к опорам. Большая часть сортов клематисов самостоятельно цепляются за опоры листовыми черешками. Но даже таким сортам в ветреную погоду требуется помощь, чтобы до того момента, пока клематис сам не ухватился за опору, его не сломило ветром. Есть сорта клематисов, например, относящиеся к группе интегрифолия, которые вообще не умеют цепляться за опоры, у них нет листовых черешков, и растут они прямостоячим кустом. Такие сорта, как, например, Аленушка, Память сердца, Сизая птица, Энспирэйшн Зоин и Голубой рычеек. Этим клематисам необходима опора, на которую можно опереться, или же их необходимо подвязать к ней. Чем и как я подвязываю клематисы к опорам? Воспользуемся укрывным материалом, черным, белым, не важно. Главное, чтобы плотность была 60 микрон. Это ткань поплотней. И степлером. Отрезаем кусочки укрывного материала произвольной длины, шириной 7-8 сантиметров. И нарезаем их на ленточки шириной 1 сантиметр. Нарезаем нужное количество полосок. Обхватываю опору и побег клематиса полоской укрывного материала. И фиксирую степлером. Все, побег подвязан. Также можно подвязать помидоры, перцы в теплице, или, например, между собой побеги роз. По такому же принципу я подвязываю побеги пионов. Нужно будет только сделать полоску укрывного материала пошире, сантиметров 5, и отрезать нужную длину. Эту подвязку совсем не видно. Широкие полоски укрывного хорошо держат куст, а тяжелые цветы пионов не падают на дорожку. Такой же способ фиксации я использую и для молодых клематисов, которые растут в горшках на доращивании. Воспользуйтесь таким способом подвязки клематиса. Он очень простой и всем доступный.